Дорогие друзья, добро пожаловать в Республику Мордовия. Вы приехали в один из самых гостеприимных регионов не только нашей страны, но и мира. Глава региона выступает в сопровождении переводчика. За круглым столом колонного зала Дома Республики десятки гостей из Конго, Парагвая, Италии, Перу, Китая и других стран. Артем Сдунов рассказал участникам Всемирного фестиваля молодежи о Мордовии, о том, как развивается республика, о достижениях сельскохозяйственных, промышленных и фармацевтических. Говорил про образование, отметил и туристический потенциал региона. Около Саранска много достопримечательностей, лесов, рек, озер. Поэтому те, кто любит рыбалку, кто любит охоту, тоже приезжают в нашу республику. Очень интересно, люди любят посещать наш один из крупнейших сафари-парков, где много оленей, моралов. Гости поделились впечатлениями от участия во Всемирном фестивале молодежи, рассказали о том, как их встретили в Мордовии и чем удивила республика. Напомним, делегация приехала в Саранск 13 марта. Для гостей подготовили насыщенную программу. От посещения культурных и туристических объектов до знакомства с вузами республики. Честно, мне очень напоминает в многом Беларусь, потому что меня радует обилие национальных, таких орнаментов, символов. Очень приятно видеть, как здесь культура развивается. Меня впечатлил музей художественный, в котором мы вчера были. Я очень рада видеть, что ценнослей и творческая сохраняется и так бережно поддерживается. Я очень признателен за теплый прием. Я много увидел в России. Я не ожидал, что нас встретят с такой любовью и радостью. Это было действительно неожиданно и приятно. Я понял, насколько было сложно нас всех собрать. Мы представители разных стран, разных культур, но все-таки мы собрались. Мы проявили любовь и к нам проявили уважение. Студентка из Беларуси Владислава Столярова выступила с докладом об эффективных практиках в сфере общественной деятельности, о работе с подрастающим поколением. Волонтер из Конго рассказал о сельхозпредприятии, которые он хочет развивать, чтобы иметь возможность помогать другим. Артем Сдунов подчеркнул, Мордовия – аграрный регион, республика может поделиться позитивным опытом в этой сфере. Многие участники отметили, есть желание сотрудничать с вузами Мордовии. Речь шла и про обучение, и про совместные научные разработки. Парагвай не очень богатая страна, но студентам нужно получать образование, степень магистра, бакалавра. И в этом случае Россия – это наш союзник, который поможет нам заполнить этот пробел, так как здесь очень высокий уровень образования. Парагвай может отправить своих студентов в Россию для того, чтобы те получали степень бакалавра и магистра. В данном случае нас будут интересовать сельское хозяйство, информационные технологии. После получения образования наши студенты могут остаться работать в России. Также участники встречи предлагали развивать сотрудничество Мордовии с Перу и Ираном. Разговор получился долгим и откровенным. Многие гости выразили желание создать совместные проекты и снова вернуться в гостеприимный регион. В течение второго дня региональной недели глава Мордовии встретился со студентами из-за рубежа еще раз на региональном фестивале «Действуй». Большой концерт посвятили единству народов и национальному колориту. Песни и танцы представили творческие коллективы Мордовии, российские и иностранные студенты. Ольга Данилова, Ирина Семенова, Станислав Семин, Дмитрий Малахов. Народные новости.